Телеканал КРТ представляет То есть военные потери, что Советского Союза, что Германия вместе с союзниками Не надо забывать, что против Советского Союза воевала не Германия А воевал Третий Рейх, включающий в себя современную Францию Современную Бельгию, Голландию, Данию, Норвегию, Чехию Так вот, потери Третьего Рейха, военные потери Третьего Рейха в Великой Отечественной войне Они примерно равны, где-то 8,5-9 миллионов человек Примерно равны советским военным потерям Это примерно тоже те же самые 8,5-9 миллионов человек То есть если брать первый этап войны, то есть 1941 год, вероломное нападение Предательство командующего Западным фронтом генерал-армией Павловым То там, конечно, в некоторых случаях потери превышали даже соотношение 1 к 10 То есть на одного немецкого солдата 10 советских солдат Но постепенно это соотношение выравнивалось В 1942-1943 году уже по большей части все шло В первой части, в первой половине 1941 года В 1943 году все шло примерно в соотношении 1 к 1 И постепенно доходило до соотношения 1 к 10, 1 к 12 Я всегда привожу пример операцию, я сказать, Кишиневскую операцию Которую, кстати, разрабатывал, командовал забытый Вот сейчас оболганный во многом маршал Тимошенко Один, кстати, из 10 советских маршалов, которые были по происхождению украинцами Там соотношение потерь было 1 к 10 То есть на одного советского солдата было 10 немецких солдат Погибших, раненых, плененных То есть в итоге, вот там Висло-Одерская операция Операция по штурму Берлина Там тоже соотношения потерь были в пользу Советского Союза То есть меньше теряли, чем теряли наши противники Ну и взять по вооружению То есть есть образцы вооружения, которые не смогли немцы превзойти На протяжении всей Великой Отечественной войны То есть вот они столкнулись в начале войны просто с невероятными монстрами Которые, к сожалению, не всегда правильно использовали Танками КВ-1 и КВ-2 Потом уже эти танки КВ-2 развился в танк ИС-2 и ИС-3 Которые просто для немцев были ужасом Ужасом на полях сражения Они пытались что-то этому противопоставить Строили какие-то мегамонстры Например, было создано два бетонных танка Маус То вес таких танков до 200 тонн был Мостов не было, по которым эти танки могли проехать Но это уже был тупик просто развития Да, где-то немцы неплохо подвинули науку Неплохо подвинули технику В частности в том, что касается реактивной авиации Но в этом же направлении двигался и Советский Союз И когда немцы уже создали свои реактивные истребители Им не на что было летать Потому что, как говорят, лучшие ПВО Это танки на аэродроме противника Ну и кроме того, это лучшие ПВО Это танки на нефтяных разработках Поешьте в Румынии В итоге немцы лишились просто топлива, горючего В общем, говорить о том, что закидали трупами Ну это бред полный Еще и с точки зрения того, что Мобилизационный потенциал Советского Союза Был как минимум в два раза меньше, чем мобилизационный потенциал Германии То есть население Советского Союза на момент начала Великой Отечественной войны Было 190 миллионов человек Население Европы, которую под свою пяту взял Гитлер Было порядка 400 миллионов человек И могут, конечно, возразить и сказать Ты вот там говоришь о французах Но ведь французов, воюя против Гитлера Погибло меньше, чем французов, воюя за Гитлера Если взять тех же поляков, то я встречал цифру Значит, 27 тысяч польских солдат и офицеров погибли в 1939 году Заочищая Польшу от вторжения Гитлера И 120, больше 120 тысяч поляков погибли, воюя на стороне Гитлера В различных подразделениях немецких, ну, либо Вермахта, либо СФ Потому что Польша рассматривалась вообще сейчас как часть Германии Генерал-губернаторство, и, соответственно, поляки были гражданами Германии Они подлежали призыву точно так же, как и остальные граждане Германии Третьего рейха Продолжение следует...